До Нового Года, одного из самых больших праздников нашей страны, остается всего 28 дней. Подарков на носу очень много, у всех, я думаю. И в качестве подарков состоятся две премьеры в Русском Академическом Драматическом Театре. Именно сейчас об этих премьерах мы поговорим с нашими гостями. А сегодня утром вместе с нами встречают Жанна Бирюк, заслуженная артистка Автономной Республики Крым, режиссер-постановщик сказки «Приключения Али Бабы» и Сергей Ющук. Заслуженный артист Украины, режиссер спектакля «Щелкунчик», доброе утро. Доброе утро. Ну рассказывайте, с чем пожаловали к нам. Да, мы сегодня пришли сюда с легким сердцем, потому что у нас очень хорошая новость для наших маленьких зрителей, их родителей. Мы хотим пригласить жителей нашего полоострова на две грандиозные премьеры в нашем театре. Это спектакль «Приключения Али Бабы» и спектакль «Щелкунчик». Я бы хотела рассказать о первом спектакле, а о второй спектакле я бы хотела, чтобы представил Сергей. Давайте, с чего начнем. Ну вы как режиссер спектакля про Али Бабы. Ну у нас иногда бывает так, что мы выпускаем спектакль, мы немножечко волнуемся, примут, не примут, понравится, не понравится. Я вообще не волнуюсь по поводу Али Бабы, потому что с этой драматургией я уже сталкиваюсь в своей жизни третий раз. Первый раз это было 20 лет назад, и эта премьера была у нас в Тюзе на площади Советской. Наверное, наши зрители хорошо помнят этот прекрасный Тюз и эти прекрасные спектакли. И тогда я была там в качестве актрисы, я играла Шахеризаду. Теперь прошло порядка 20 лет, и у меня появилась такая возможность выступить в роли режиссера. И я с большой радостью согласилась, потому что, во-первых, у меня есть ностальгия по тому театру, по этой пьесе. И мы сначала сделали этот спектакль со своими студентами в нашем театральном колледже, и сыграли в мае и в июне три премьеры, три дипломных спектакля. И это был очень большой успех. То есть мы на третий спектакль даже отменили рекламу, потому что было столько много зрителей. Не было надобности уже, желающих посмотреть. Не было возможности их посадить просто, и порядка 70 человек просто ушло, мы им не смогли предоставить входные билеты. И тогда мы уже поняли, что, наверное, нужно как-то этот проект продолжить. И на одном из этих трех спектаклей был наш художественный руководитель театра Владимир Владимирович Магар. Он увидел этот спектакль. Во-первых, он пригласил трех наших студентов в труппу театра, и это было очень радостно. И, во-вторых, он предложил мне этот спектакль теперь сделать вместе с нашими артистами в нашем театре. И я тоже с удовольствием согласилась, потому что это было интересно. И таким образом мы приступили к работе. И теперь вот 14 и 15 декабря мы приглашаем всех на премьеру. Этот спектакль практически уже готов. Это здорово, Сергей Иванович. Что скажете по поводу вашего щелкунчика? Вы тоже раньше были как актер, играли щелкунчика? Нет, щелкунчик в нашем театре. Нет, не впервые. Он уже шел когда-то, у нас щелкунчик тоже очень давно, порядка 20 лет назад. С идеей поставить спектакль «Щелкунчик» на нашей сцене выступил опять же Владимир Владимирович Магар. Он, кстати, является режиссером-постановщиком в этом спектакле. Я только ему ассистирую. Жанна не зря сказала, что премьеры грандиозные, потому что никогда наш театр за всю историю, во всяком случае, пока я в нем работаю, не тратил столько денег на эти премьеры. Не буду называть суммы, но средства выделены значительные. Это на декорации, да? На декорации, на техническое оснащение. В щелкунчике будет занята современная техника, будут разнообразные проекторы. Я не буду вдаваться в подробности, потому что я не специалист в этой области. Я могу рассказать о творческих каких-то поисках, находках. Но я хочу сказать, что это будет очень зрелищный спектакль. Благодаря поддержке Министерства культуры и непосредственно нашего министра культуры Новосельской Арины Вадимовны может состояться такая большая, по-настоящему серьезная и грандиозная премьера. Ну и потом, наши руководства театра. Мы очень в театре сейчас понимаем, насколько мы задолжали перед нашими маленькими зрителями. Вот, к сожалению, в последние годы была такая тенденция к Новому году что-то выпустить и про наших детей забыть. Мы так были заняты этим серьезным взрослым творчеством, что дети остались без хорошего продукта. И теперь руководство нашего театра и министерство наше, они как бы очень заинтересованы в том, чтобы мы стали выпускать для детей больше хороших спектаклей. И чтобы мы могли на это тратить деньги и ресурсы, силы и свой талант. И мы с удовольствием этим теперь занимаемся. Какое-то сейчас очень счастливое время у нас в театре, правда. Жанна, Сергей, вы сегодня, открою завесу тайны нашим телезрителям, пришли к нам в гости вместе с билетами на эти постановки. Для чего принесли? Мы хотим задать вопрос нашим зрителям. И тот счастливчик, который правильно на него ответит, он получит комплект билетов на Алибабу и на Щелкунчика. Да, я сразу уточню, что это прям суперприз какой-то, на самом деле. В каждом конверте по три билета. Да, абсолютно верно. То есть в целом вы сейчас, если правильно отвечаете на вопрос, дозваниваетесь по номеру телефона, который позже появится на экранах, вы можете выиграть себе шесть билетов. То есть три билета на Щелкунчика и три билета на приключения Алибабы. Ну, я думаю, что все мы раздавать сразу не будем. Будем равномерно угощать такими билетами наших телезрителей. И сегодня разыграем по одному. По одному? Итак, каким образом разыгрывать будем? У Сергея есть вопрос. У меня вопрос простой, я бы сказал даже детский. Кто является автором сказки «Щелкунчик»? Кто является автором сказки «Щелкунчик»? Вот, пожалуйста. Тут все дело, кто первый дозвонится, наверняка и победит. Поэтому хватайтесь за телефоны и набирайте, набирайте. Номер телефона вы видите на своих экранах, так что скорее, если знаете, быстренько набирайте номер. Если нет, залазьте в Википедию и серфите интернет для того, чтобы заполучить заветный билетик. Ну, а пока наши телезрители в раздумьях, пока думают и ищут ответ. Давайте поинтригуем их еще. Почему нужно идти на Щелкунчик? Это впервые в театре идет сказка на основной сцене. Впервые за мою практику, я не знаю, было ли это раньше, будет открыта оркестровая яма в театре. За те 25 лет, что я работаю, она не была открыта. И там будут сидеть прекрасные артисты, музыканты камерного оркестра, которые будут исполнять живую музыку Чайковского. Сергей Иванович, а скажите, пожалуйста, почему такая большая пропасть? 20 лет назад был Щелкунчик и сейчас Щелкунчик. То есть почему раньше не ставили? То есть настолько был плотный репертуар, что вот некогда даже было поставить Щелкунчик, потому что, собственно говоря, произведение очень знаменитое и любимое многими. Ну, может быть, надо было соскучиться. Да, правильно. Поэтому будет чаще, уже не будет так интересно, не будет так вкусно. Я, кстати, тоже думала, да, вот у меня тоже была возможность посмотреть на пьесу Али Баба спустя 20 лет. И я раздумала, в чём причина успеха, да. 20 лет прошло, а с пьесой ничего не произошло. Она стала ещё лучше, она стала ещё актуальнее. И я подумала, что, наверное, потому что эту пьесу написали очень хорошие, очень добрые, очень светлые люди. Но вы сказали, что это драматургия, правильно? Да, да, это мюзикл по жанру, да, там поют и танцуют наши артисты. Это тоже уже давненько не практиковалось в нашем театре. Пьесу написал Венимин Смехов, а музыку написал Сергей Никитин. И благодаря этим людям, мне кажется, тоже вот это очень-очень добрая сказка про любовь, про добро, про зло. И ещё радостно, что на наши сказки могут прийти и маленькие, им будет что посмотреть. И дети постарше, они будут наблюдать уже за какими-то тоже важными сюжетами. И даже для взрослых это будет интересно. В Щелкунчике просто послушать симфонический оркестр, это уже здорово, да? Мне кажется, для взрослых даже особенно интересно. Да, да, особенно интересно. Возможно, дети, может, и не совсем поймут, что это такое. Им интересна картинка и все эти вот декорации, про которые вы говорили, а вот именно музыка. Да, живая музыка Чайковского. Живая музыка на сцене, понимаете? У нас вообще в Симферополе это как бы редкость. Да, да. Жанна, Сергей, благодарим вас за то, что утро этого нового дня вы встретили в нашей компании. Но нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была Жанна Бирюк, заслуженная артистка Автономной Республики Крым, режиссер-постановщик сказки «Приключения Либабы». И Сергей Ющук, заслуженный артист Украины, режиссер спектакля «Щелкунчик». Ну а мы продолжаем наш эфир и сейчас посмотрим, что же интересного происходит на просторах интернета.